Горе от ума Мужчина начинает игнорировать умную женщину, не допускать ее к своему миру, а часто в той или иной степени мстить ей, наказывать за глупость ее умного поведения. Как только мужчина понимает, что с умной женщиной ему не удастся хоть иногда побыть дураком, он начинает вытеснять ее из своего поля зрения. Я говорю не о дурачестве или ребячестве. Умная женщина богата на юмор и сама не прочь подурачиться, а о банальной глупости. Дело в том, что уважающая себя женщина, а самоуважение является следствием ее ума, перестает играть с мужчинами в типичные бабьи игры, основанные на чувстве вины. Она стремится создать честные и открытые взаимоотношения, которые часто бывают не нужны мужчинам, предпочитающим ожидать от женщины необоснованных дифирамбов в свой адрес и беспрекословных списаний всех глупостей. Мужчины умеют распознавать в женщине опасный для себя ум буквально с первых ее слов или движений. Собеседница может даже вовсе никак не рефлексировать, но невербальное сообщение ее лица, рук, походки, тела очень выразительно и доходчиво. Ум раскрывает в женщине новые грани понимания личной красоты, свободы, сексуальности, и это новый способ радоваться жизни. Женщина не может его игнорировать, поэтому не в состоянии скрыть. С другой стороны, поведение поверхностной женщины точно так же выразительное и играет на легкую доступность контакта, в то время как умная женщина не склонна делать нарочито простым то, что простым быть не может. Реакция мужчин на присутствие умной женщины подчас удивительна и забавна, когда не отвратительна и груба. Они буквально не слышат то, что она говорит, не замечают ее действий. Это иногда удивляет их самих. Высказанная умной женщиной мысль буквально воспринимается как своя собственная, и претензии женщины на авторство объявляются абсурдными. Он может не поздороваться или повернуться спиной и искренне удивиться, заметив свою оплошность, от которой недалеко до скрываемого или неприкрытого раздражения. Бабьи игры на чувстве вины являются адекватным, исторически сложившимся механизмом, обеспечивающим для женщин выживание в условиях физического и социального превосходства мужчины. Нужно быть для мужчинки немного мамочкой, а в некоторых случаях взять на себя ответственность за его поступки, чтобы вызвать его инфантильное поведение. Как только мужчина начинает дурить, ему после страшного скандала прощаются все его идиотские выходки, и вместе с этим прощением на шею одевается поводок, сотканный из долга, благодарности и чувства вины. Глупых мужчин устраивает такой расклад. Он дает им шанс не взрослеть, не тратиться на подчас непростой самоанализ. Это дает возможность перепоручить ответственность за все неудачи на мамочку, а все заслуги приписать себе. Неудачи по правилам бабьей игры приветствуются и вплетаются новыми нитями в поводок, обеспечивающий глупой, но хитрой женщине уверенность в завтрашнем дне. С этим идиотом я не пропаду. Но умная женщина не хочет жить с идиотом, который боится ее как огня. Точнее в умной женщине мужчины боятся очевидной необходимости отвечать за свои действия, в первую очередь перед самим собой. Именно то обстоятельство, что за глупости приходится отвечать не перед собой, а перед мамочкой, делает бабью игру в поводок столь привлекательной для мужчин. Потому что мамочку можно так или иначе обойти в пределах поводка, а самого себя никак. В итоге умные женщины, отказавшиеся от бабьих игр и ищущие честных отношений, оказываются вытесняемы обществом. На поле сексуальных общественных игрищ глупые, но хитрые женщины вовсе не воспринимают умных в качестве конкуренток. Умные не желают играть по правилам. И из-за этого в рамках этих правил, формирующих несвободные, зависимые отношения между мужчинами и женщинами, умные проигрывают. Им гораздо труднее найти себе пару. Что странно, женщина, не играющая в бабьи игры, прекрасна. Ей можно доверять. Она никогда не станет проверять вас, потому что сама ценит доверие. Она умеет понять, что гораздо важнее прощения. Она требовательна к себе, не менее, а даже более, чем к вам. Поэтому вам не нужно контролировать ее действия. Она честно скажет вам правду, не только о вас, но и о себе. Можно только пожалеть мужчин, меняющих свою свободу, за право побыть дурачком на веревочке. Не думаю, что ситуация мужского страха перед умными женщинами, как общественная тенденция, может измениться в скором времени. Хотя движение к взрослению мужчин в обществе есть. Продолжение следует...